Ребятушки, всем привет! Мы находимся в магазине G&K Store. Рядом со мной Евгений Спиряков, неизменный вратарь футбольного клуба Амкал, а также директор все предприятия. Владелец перчаточной базы, король одевания рук и все такое прочее. Привет! Привет, привет! Жень, спасибо большое, что пригласил. Точнее, ты меня пригласил. Да, в твой магазин. Ты меня сюда и пригласил, да. И я всех вас приглашаю сюда. Приходите, Нижняя Красносельская, 35-52. Каждый день с 10 до 8. Вот такая вот интеграция пошла сразу. Да, серьезно. Там, правда, будет еще одна, но это мелочи. Ту интеграцию обязательно тоже слушайте, не пролистывайте и обязательно переходите по ссылкам, потому что это очень важно для поддержания и развития канала. Ребятушки, у моего канала появился надежный партнер. Компания Бэтвина, где вы найдете самые лучшие коэффициенты, быстрые выплаты и регистрация всего в один клик, а по промокоду MADRIN вы получаете до 25 тысяч на первый депозит. Совсем скоро будет матч Эвертон-Ливерпуль. Коэффициенты на экране, помимо того, что матч и так бомбовый, но можно поставить и смотреть с двойным удовольствием. Тем более, что ссылки все будут в закрепленном комментарии. Женька, начать хотелось бы с темы ролика, который не зашел у тебя. Про бренд. Да, но с брендом. С чем связываешь и почему? Ну, понятно, с чем это. Не трэшток, не какой-то там суперчеллендж, не то, к чему люди привыкли. Поначалу стать футболистом тоже же достаточно тяжело заходил относительно других роликов. То есть там у меня были какие-нибудь челленджи, которые собирали 200, и на фоне этого стать футболистом, который собирал там 80. И, ну, естественно, я переживал за это, но в целом, когда ты вводишь новый формат, который не совсем для твоего зрителя, он не совсем к этому привык, понятное дело, что людей, увлекающимися историей, увлекающимися там, ну, предпринимательством в том числе, гораздо меньше. И, ну, все это нужно вводить потихонечку, аккуратно. Плюс тут, конечно, без заголовков начинать тяжело. То есть мой первый ролик «Стать футболистом» все-таки был с хорошим кричащим заголовком, да, там «я хочу вернуться в футбол», и это заставило людей кликнуть. Как здесь сделать кричащий заголовок, мы не придумали, честно говоря, даже. Ну, то есть мы с ребятами действительно обсуждали, как через что можно зайти, но мы понимали, что здесь не будет кричащих заголовков. Ну, только если там не «меня кинули на деньги», не там «мне сорвали производство», не знаю, не «у меня украли партию», да, я надеюсь, что таких заголовков не будет, кстати. Нет, мне просто, я сразу думаю, отчего-то Эрикьяна не попросил. Это самый главный инвестор, это просто заголовок. Эрикьяна инвестировал в меня денег. Да-да-да, ну, пока сами справляемся, но если что, обязательно обратимся. Мне кажется, самая привлекабельная история была. Но это же, в общем-то, не только про бренд, это же про, скажем так, там вот эта вставка, где Полина, это же про жизнь. Тут нет, в остальном, конечно, все будет про бренд. Здесь просто, когда ты показываешь какую-то историю, надо же показать ее истоки, надо же показать, как мы к этому пришли и почему мы к этому пришли. Надо показать, какие были сложности до этого. То есть мы стать футболистом с этого начинали. Мы показали сначала, откуда я родом, да, что я делал, как я пришел в футбол. И уже только потом мы говорим о том, что вот дальше будет история. Здесь моя задача, единственная задача этого, ну, сериала, скажем так, это я действительно хотел и по-прежнему хочу создать сериал, в котором я от и до расскажу людям, как создается новый бренд. Мне кажется, это офигенно интересно. И этого нет и не было. Никто не рассказывал о своих брендах так. Есть истории постфактум, когда рассказывают, вот, как был создан какой-то там бренд, да. А истории вот именно здесь и сейчас, прямо попутно, да, нет. Это вот нам первая задача, хочется прям сделать что-то. Это уникальная штука, и мне действительно интересно это сделать. Второе, я хочу, чтобы люди связывали себя с этой историей, чтобы они за ней следили и хотели быть причастными. И кто-то, может быть, что-то покупал, даже несмотря на то, что у него нет жесткой необходимости в этом, потому что у нас будут не только вратарские перчатки, естественно, что я... Да ладно. Нет, я же бренд разрабатывал с точки зрения айдентики такой, чтобы это легко помещалось куда угодно. И, ну, как бы, моя задача была именно стиль, минимализм, и чтобы это было, ну, на всем что угодно. Я не знаю, к чему мы в итоге придем, но Фил Найт тоже с кроссовок начинал. То есть он только делал кроссовки. Он просто в свое время, когда он понял, что его прижимают эти-то Аницука, это фабрика, которую он закупал и продавал, он понял, что они его скоро выкинут, как бы, и начал экстренно переобуваться. Он начал быстро искать фабрику, действительно, он начал быстро искать фабрику, быстро придумал название, и просто сделал свою первую партию кроссовок. По сути, Найки Кортес — это Аницука Тайгеры. То есть вот это прям вообще один в один, и он просто это делал тайком от японцев и у себя размещал в шоурумах. И потом они уже приехали, они уже увидели, что, оказывается, тут вовсю раскручивается на их базе новый бренд, но уже было поздно. Он очень качественно себя перестраховал, и вот, и поэтому он тоже не планировал делать ничего, кроме кроссовок, а сейчас Найки может одеть тебя вдоль и поперек для любого вида спорта. Но у тебя такая же, да? В перспективе рвения именно в этом? Рвение, конечно, масштабное. Я бы очень хотел и одежду делать, и там... Мне очень хочется, чтобы у нас, в первую очередь в России, а, наверное, потом уже и дальше, люди могли приобрести классные спортивные, допустим, даже, ну, casual костюмы из классных материалов по адекватным ценам, потому что сейчас Найки, например, это практически премиум реально. То есть ты приди, сейчас купи костюм Найки, тыж 12 тебе будет стоить. А что сейчас не премиум? Какой из, ну, как бы, нарядов и из какой формы, что не премиум? Ну, из... Не, ну, есть же всякие мелкие бренды, ну, не то, что мелкие, они такие, как бы... Более локальные, да? Да, там, ну, типа, Homo, типа... Kipsta. Ну, Kipsta это совсем. Kipsta это же вообще, типа, лоукостеры. А Kipsta, Demix, это прям лоукостеры. Ну, блин, это реально компании, которые на это и заточены. Их задача продать тебе футболку за 400 и продать их, там, миллион штук. У меня не будет такой задачи, я так не хочу, мне неинтересно. Не то, что мне неинтересно, типа, я так мало заработаю. Нет, реально на лоукосте... Как говорит Четиваркин, хочешь зарабатывать много, продавай дешевое. Хочешь зарабатывать, там, не очень много, но, типа, кайфовать, продавай дорогое. Такое адекватное. Я понимаю, что я могу это сделать, чтобы люди... Ну, вот, я прежде, чем, например, запускать... Меня спрашивают, у меня видели мой худи. Люди спрашивали, как его купить, как его купить. Пока я не найду такую ткань, от которой я сам кайфану, и вот прям, чтобы она не выстировалась. Я их специально ношу, долго ношу, выстироваю, там, не знаю, смотрю на катышки, надеваю под них белые футболки, там, под цветные худи. Вот пока я до этого не дойду, я не хочу этого делать. Потому что, ну, вот, сделать, как вот в H&M, условно, это легко и быстро. Но они скатываются. У меня некоторые худоки H&M после, там, 10 носок, я их уже выбрасываю, потому что они все в катышках, ну, это вообще ужас какой-то. Ну, слушай, ну, это прикольная, на самом деле, история, и дай бог, чтобы она развивалась и двигалась. Сейчас ты немножко подморозил его, я имею в виду, с выпусками. Ну, не совсем. Просто он же реально лайвовый. Мы же что-то пишем, что-то набираем, собираем материал, и уже потом это выпускаем. То есть нам надо что-то подснять, что-то доснять. Скорбенно говоря, некоторые истории нам придется, как бы... Создать заново. Воссоздать, да. То есть, ну, как бы, у меня уже был диалог с дизайнерами, мне ничего не стоит показать, как это было, но это нужно воссоздать, естественно, да, потому что, ну, как бы, это реально классная штука. Я не знаю, просто я понимаю, почему зритель к этому не пришел так легко, как я. Я-то все это видел внутри, и я уже тоже потом только осознал, думаю, блин, какой крутой процесс прошел, оказывается. Я почему это никому не показываю? Это же офигенно, это же интересно, это же такая большая глобальная штука. Я уже там на многие вещи больше года потратил, да, как бы, и это же все идет за кадром. Люди потом только увидят результат, а когда люди видят только результат, они не могут так проникнуться этим. Это же интересно. Слушай, отвлекаясь как раз по поводу этой всей истории, с красавой такая же история сейчас, как по-твоему? Ну, то есть люди не могут проникнуться, потому что выпуски, допустим, выходят, ну, там, с таким диким запозданием? Ну, наверное, есть в этом проблема. Я думаю, Женя и сам ее прекрасно понимает, что, конечно, было бы здорово, если бы у него все было up-to-date. То есть создание клуба, ролик про создание клуба, первый матч, ролик про первый матч. То есть в целом, конечно, было бы здорово. А почему они, ну, у них продакшн, да? Ладно, у тебя не такой большой продакшн, но у них бюджеты немножко другие, соответственно. Да там дело не в деньгах. Я уверен, что там дело может быть в том, что они хотят другую картину, ну, как бы, что они хотят другого результата в плане, ну, типа, быстро ты так не сделаешь. Они думают, может быть. Я не знаю, понимаешь, это же тоже... В плане быстро. Ну, величина продакшна не всегда... Ну, качество. Не всегда дает прям вот именно такое качество и эффект. То есть тебе люди из продакшна могут говорить, извини, нам на это надо две недели. Хотя другой человек приходит и говорит, чего, мне на это надо два дня. Ну, то есть это же всегда так работает, да, как бы. И поэтому мы не можем узнать истинных причин, почему Женек так поздно выпускает, к сожалению. Ну, я с ним не разговаривал на этот счет. Но, конечно, было бы здорово, если бы это было бы все действительно чуть-чуть больше. Ну, вот последний выпуск, например, он про матчи, которые были... Ну, где-то в середине. Два месяца назад. Ну, в середину сезона. А уже сезон кончился. То есть сейчас уже все на паузу ушли. И вот. Может быть, кстати говоря, ну, я думаю, что они за паузу как раз могут и... Подбить, нагнать. Поднагнать, да. Ну, не, все равно интересно. Женек очень классно делает. Реально, если бы еще и up-to-date это было, я думаю, что он вообще бы прям в космос улетел. Вот в этом-то и есть, ну, как бы смысл. Все-таки типа формат Дом-2 а-ля Живаго. Ну, да, да. Он все-таки, да, вот ассоциации сразу заходит. Ну, конечно. Ну, я не знаю, почему так. Я не знаю, почему. Но мне нравится это смотреть. Это мне интересно. Но, как бы, блин, почему вот так, я не знаю. Почему с такими... Ну, там они целый месяц делают выпуск. Ну, что-то... Блин, мне кажется, у нас там пацаны наши за три дня бы все собрали. Я вот тоже это не понимаю. Возвращаясь к бренду одежды... А, ты знаешь, что ты такой Романовский? Нет. Такой чувак-актер. Нет. Вот. И я сейчас думаю, вот так вот она появится. Вот он в Дубае где-то переехал. Он был такой смазливенький. Потом он, я так понимаю, принял ислам. Я понял, да. Тьфу, я знаю его, конечно. Он еще бороду себе пересаживал. Да, да, да. Да, да, конечно. Ты знаешь, он рассказывает как раз таки... У него же тоже бренд одежды. Угу, я не знаю про брендовую одежду, просто знаю его. Вот. Он чувак, который там переехал, принял ислам, переехал куда-то там в какие-то страны, отказался от, по сути, популярности своей, которая у него была, но актерская в России, и двинул в другое направление. Вот у него есть тоже свой бренд одежды, о котором тоже он рассказывает, если интересно. А, я точно, я видел его, да. Как-то он называется. Я даже сейчас не вспомню название, да. Я понял, о чем ты говоришь. Ну, у него чуть другое, блин, понимаешь, я-то хочу создать... Да, спортивное, это, конечно, специфика. Прям, ну, типа, мне прям интересно... Короче, все, кто заходит на рынок, они в основном делают что-то такое одно, свое специфичное, и, ну, на этом заканчивают. Мне как раз интересно сделать что-то более такое масштабное, клевое из России, пока таких брендов нет. Ну, у нас есть... Мы про спорту, да, имеем в виду? Спорт, спорт кэжуал. У нас есть 2К-спорт условный, но, как бы, они так не зашли в итоге. Они все равно в масс-маркет пошли, как бы, совсем по, ну, там, типа, максимально дешевой цене. Если мне когда-то кто-то собирает формы, если он мне и предъявляет за цену, он говорит, нам 2К, готовы то же самое сделать, все за тысячу рублей, реально, да, и я такой думаю, как вашу массу зарабатываете? Ну, там, типа, того, реально, футболка, шорты, гетро, нанесение, еще доставка, еще, там, тебе в подарок 32 рулона тейпа, и вот, как бы, все это тысяча рублей, и ты такой, ну, ладно, я с вами не буду конкурировать. Вот, то есть, у нас есть такие вот 2К, есть, ну, там, такие локальные ребята, а вот таких более каких-то глобальных нет. Не знаю, смогу ли сделать это я, но я хотя бы попробую. А почему, как ты думаешь, сложно конкурировать с большими брендами? Ну, как сложно, так и нет, на самом деле. У нас просто люди, может, не хотят этого, я не знаю. То есть, Миша полностью сейчас свободна. Есть такой чувак в Британии, он, ему, по-моему, 28 лет сейчас, прям как мне, он в какой-то момент создал бренд, который сейчас очень нифигово конкурирует с глобальными брендами. Джим Шарк он называется, он в России, его, соответственно, совершенно нет. Но чувак изначально занялся тем, что сделал удобные майки для тренажерного зала. Он занимался в чем-то типа, ну, там, в найковских, не знаю, в адиковских. Они, конечно, все были неудобные. Он не мог найти себе удобную майку. Он сделал удобную майку, и на нее пошел спрос. Он прям, типа, много их в итоге сделал. И в итоге сейчас у него что-то капитализация в миллиард, по-моему, у него, соответственно, огромный офис, у него есть все, ну, там, весь спектр спортивной экипировки и так далее. Тоже чувак... Хотелось сказать, как у тебя? Ну, плюс-минус. Да, у нас тут капитализация триллиард, это самое. Ты просто начал, как я. Да, налоговая, налоговая у меня нет капитализации триллиард, мы шутим. Вот, короче, ты знаешь, мне как бы в этом плане интересно. Я думаю, блин, нифига себе, вот чувак взял и сделал, что он такого вот сделал? Хотя, казалось бы, рынок перенасыщен, хотя, казалось бы, конкуренция бешеная. Under Armour, Nike, Adidas, New Balance, блин, нифига, и он туда залез. Но залез же. Он их даже вытеснил. Ну, в своей нише. Ну, в своей нише, да. Ну, вот, и как бы он и в других потихонечку вытесняет. Он прикольно пошел по амбассадорству мелких блогеров. Он начал брать спортивных блогеров, которых там 100, 150 тысяч подписчиков, 200 или даже 50. Он делал их амбассадорами. Эти люди ничего особо не просили, но все были в его бренде. И люди это начали видеть гораздо массовее даже, чем, условно, подписать какого-нибудь атлета. Слушай, ну, а у тебя есть в плане именно тот же путь развития, как у больших брендов, или все-таки вот путь этого чувака тебе близок? А что ты имеешь в виду? Ну, в плане, как ты видишь развитие, ну, то есть, вот эти вот подписания мелких блогеров, то есть, как вот цепочка у тебя, как выстраивается сейчас? Надо начать с продукта. Сначала надо сделать такой продукт, от которого люди прям кайфанут. Ну, для этого же все равно нет желания фокус-группу какую-то найти? Она, по сути, есть. Это люди, профессиональные вратари, с которыми я работаю, с которыми я продаю, с которыми я взаимодействую. Я даю им померить, пощупать, говорю, что скажешь, что бы ты добавил, что бы ты убрал. Я все это себе помечаю, что кому нравится, что кому не нравится. Я понимаю примерно. Я за 10 лет работы в перчатках уже хорошо знаю своего потребителя. Мне фокус-группа нужна тогда, когда ты немножечко далек от темы, наверное. А когда ты прям вот совсем в ней, ты реально знаешь уже, что люди берут, что не берут, почему не берут, на что жалуются. Ко мне клиент сюда приходит, я могу с ним обсудить, я ему могу дать эти перчатки какие-то, да, на свои сэмплы, сказать, скажи мне, что ты думаешь про них, что тебе нравится или нет. Все это помечаю, я делаю итоговый продукт, который должен людям зайти. Ну, то есть, вот мы возвращаемся от больших брендов. Люди, ощущение, что нету связи с простыми потребителями. Конечно. То есть, они, есть, грубо говоря, дизайнеры-создатели какого-то продукта, и они такие, блин, а прикольно бы сделать вот так. А такие, да это не будет, да ладно, нормально покупать будут. Ну, вот, типа, как сейчас с копами произошло. Абсолютно, да. Понимаешь, к чему ты клонишь. Да, именно так. Адидас взяли и, честно говоря, испортили мою любимую модель копа. Нет, они испортили до этого, когда закрыли самую офигенную модель, это Немезисы. Ну, копа мне тоже очень нравились. Ну, то есть, копа, это был всегда такой вариант, когда ты, типа, на зиму взял себе кожаные бутсы, да, и все. Потому что, понятное дело, что смысла летом в кожаных бутсах особо нет, играешь в пластике и не паришься вообще. Но, да, когда они отменили Немезисы, это вообще для меня стало прям, я прям, и самое обидное, я к Немезисам пришел только на последней их расцветке. То есть, я до этого не играл в Немезисах, тут такой, а дай попробую, попробовал и понял, что нифига себе, какой кайф, мне все нравится. Отменили. Спасибо. Лучше мне больше ничего не пробовать, судя по всему. Я вот тут Мизуна хочу попробовать, мне кажется, закроют компанию после этого. Я просто в России доставки больше нету. Да, больше нет, реально. Последний. Я уже прям боюсь. Ну, то есть, я не знаю насчет, ну, конечно, понятно, что когда ты глобальная компания, тебе иногда приходится делать что-то инновационное и не спрашивать никого. То есть, ты даешь людям продукт, они сначала такие фу, а потом они все такие, о, мы это берем. Так было в свое время с бутсами с носком. Первые Nike Mercurial, которые были с носком, Nike Magista. Magista самые первые были с носком. Да, но мы говорим о том, что есть удобство, а есть маркетинг. И вот это для меня это больше маркетинговая история. Мне Nike и Magista очень зашли с носком, я играл с носком. Мне прям понравилось. Но потом Magista отменили, и я такой, ну, блин. То есть, ну, как бы... Так, то есть, вы понимаете, Жека настолько хорош, что он просто к чему не прикасается, его ноги закрываются. Если вам что-то надо закрыть, знамя на гинск, аккуратненько. Вот, нет, ну, на самом деле, просто вот я пытаюсь понять, как развиваются и большие бренды, и в то же время какие-то локальные маленькие. В свое время там в Adidas можно было, к примеру, зайти в дисконт и нехило так на десятку на какую-то купить. Ну, это вот буквально я это еще помню времена. А вот сейчас молодое поколение, для них норма прийти в дисконт и... И уйти. Ну, знаешь же почему? Ты знаешь, как работают дисконты? Допустим, дисконт Nike. Вот я прям хорошо знаю, как он работает. У Nike, например, есть модель, ну, давай возьмем, которую там сейчас есть, Phantom Vision. У них есть план по продажам на эту расцветку Phantom Vision. Они должны продать на 20 миллионов рублей. Как только они этого плана достигли, эта модель попадает в дисконт. Получается, что они полностью отбили затраты на эту модель и получили необходимую прибыль на эту модель. Все, что в дисконте, сверхприбыль компании Nike. Поэтому они стоят 4000 рублей. 4000 рублей – это уже прибыль компании Nike. Там нет себестоимости. Они ее не закладывают. Все. Именно поэтому они просто чистыми зарабатывают. А сейчас они не выполняют план продаж. И все. У них просто, ну, большие проблемы. Бутсы с токами лежат просто тоннами. Еще знаешь, в чем большая проблема? Когда ты говоришь, были времена, когда ты мог прийти в дисконт и на 10 тысяч рублей купить весь дисконт. Это были времена, когда бутсы выходили в новом пэке раз в 4-5 месяцев. Ну, да. Редко. Nike CTR белокрасный были актуальными очень долго. Потом вышла уже другая расцветка. Но та белокрасная была довольно долго актуальна. А потом началась какая-то бешеная гонка вооружений. И сейчас новый пэк выходит чуть ли не раз в месяц. Я не понимаю, для чего, на самом деле. Ну, типа, в Европе, я думаю, что все хорошо с этим. Они классно продаются. Мы, к сожалению, страна третьего мира с точки зрения потребления. Да, но и сделайте тогда, грубо говоря, как-то... Ну, вот, допустим, я прихожу в магазин на Пресне и смотрю, ну, бутсы, которые непрофессиональные, которые, ну, мягко говоря, для меня это утюги. Но они стоят по 10 косарей. Ну, это курс евро еще. Что с ним поделать? 10 косарей сколько? 200 евро? Не, вру. 10 косарей это 120 евро. 120 евро для Европы вообще не деньги. Да, но для нас-то это деньги. Ну, они не могут на нас ориентироваться. Мы для них вообще не рынок. Реально. Тогда как быть в этом плане? Что же нам тогда делать? Ну, то есть, вот... Страдать. Большому потребителю... Надо зарабатывать больше денег. Мы ничего не можем с этим поделать. К сожалению, курсовая разница нас дрючит во всех фронтах. Ты давно в автосалоне был? Я был, да, недавно. Мини Купер трехдверный сейчас стоит 300. 300, я тебе больше скажу. Я смотрел Kia Seltos 2300. 2300, чтобы вы понимали, это Hyundai Creta, которая раньше миллион двести стоила в максималке. 2300 за что? Раньше Beha. 2300, это X3 можно было купить. Да, да, да. В хорошей комплектации. Ну, вот так, да, окей. Вот, типа, так мы и живем. У нас, к сожалению, курс валюты никчемный. У нас 80... Сколько сегодня евро? 80, там, 2 рубля. Ну, что с этим делать? Ну, доллар 75 рублей. Что с этим делать? Это конский курс вообще. А вот теперь представь, когда это был 2013 год. Вот просто сейчас возьми и подели евро ровно пополам. Kia Seltos, миллион 150. Хорошо. Хорошая цена, берем, ну вот. Да. С этим ничего не поделаешь, ты не сможешь дешевле сделать запчасти. Так, а тогда заканчивая эту тему с одеждой, у тебя как с ценовой политикой. То есть, понятно, что большая часть материалов это... Именно одежда? Одежда и обувь. Это все равно... Турция, Китай, естественно. Ну, вот там текстиль вообще почти весь турецкий идет всегда. Но они как-то прям очень жестко заняли рынок в этом плане. Я в плане цены не хочу уходить, типа, в дорого, но слишком дешево я сделать не смогу. Потому что по затратам даже на изготовление и даже на материалы, там, вот из серии в H&M, это уже розничная цена продукта. У меня только себестоимость производства, потому что они сделали это в Китае, а я взял турецкую ткань. Турецкая ткань все равно интереснее. Тут бывают и другие локальные штуки. Вот этот вот худак, например, это Кос. Это типа премиум H&M. Вот, он 6 тысяч рублей стоит. Но у него материал, вот просто потрогай, он офигенно мягкий. Офигенно мягкий. Это не новая прям совсем? Ну, ему там 4 раза я его носил, может, 3. То есть он прям мягкий, он не скатывается, он действительно классный. Если я найду вот такой материал, я бы с удовольствием сделал его таким. Потому что вот такую вещь носить гораздо кайфовее. Лучше иметь один такой худи, чем 4 дешевых, которые, блин, снашиваются и не дают тебе такого удовольствия и внешнего вида. Ты не будешь хорошо в них выглядеть, потому что, ну, блин, они реально не очень. Это, ну, как бы, я за, знаешь, как бы, за разумный гардероб. То есть ты должен понимать, ты берешь эту вещь, с чем ты ее будешь носить, с чем она у тебя будет сочетаться. В идеале, чтобы у тебя каждая вещь в гардеробе сочеталась с каждой вещью в гардеробе. Ну, естественно, кроме ситуации, когда спортивные штаны и свитер. Ты не можешь, ну, как бы, это будет странно. Но в остальном... Хотя сейчас... Ну, да, сейчас можно все что угодно. По крайней мере, в Москве люди используют все совсем. Сейчас можно вставить туфли Balenciaga новые, где Crocs Balenciaga коллаборация. Там Crocs и на каблуке. Да, да. Это выглядит гениально абсолютно. На Farfetch 46 тысяч стоит. Crocs Balenciaga. Куда катится мир. Окей, я надеюсь, что у тебя все получится и в плане контента, что будет актуально и будет заходить людям, ну, и, конечно же, в плане производства. Двигаемся дальше. Следующая тема, на которую хотелось бы поговорить, это Александр Моменко. Ты ему достаточно, ну, в любом случае, стараешься помогать, сколько у тебя есть возможностей. Как сам оцениваешь, ну, вот ту историю, что ты реально в Питер сейчас гонял, ну, относительно недавно? Как вообще все прошло? Какие есть дальнейшие шаги, если они есть? Саня классно потренировался там две недели. Он много опыта для себя перенял и специально его отправил именно в Питер, потому что школа Алмаз-Антея – это супер. Реально, они тебе могут дать очень большое понимание и видение, пространственное понимание поля, игры ногами и прочего, прочего, прочего. То, чего не может дать тебе рядовой тренер вратарей, который, ну, просто делает какие-то упражнения. Вот именно в Алмаз-Антея – это супер. У нас тут Куфин такой же был, вот, Денис. Он реально, знаешь, с точки зрения оценки ситуации, принятия решения, работы под прессингом и все такое. Он получил оттуда клевый опыт, окей. Тем более, что он давно, ну, как бы хотел туда съездить, все, что-то никак не получалось, сезон закончился. Я говорю, все, давай, езжай и снимай. Вот, дальнейшие планы, ну, как бы сейчас межсезонье у профессиональных клубов в том числе, да, и, как бы, ну, по идее, надо бы туда соваться. Ну, конечно, сейчас самое время заявлять о себе и пробовать что-то. Да, да. Посмотрим, что будет. Ну, вот, собственно, у меня сейчас, вот на данный момент, когда мы только записываем подкаст, у меня вышла только первая серия с Саньком. Буквально через, там, пару дней выйдет вторая, и он как раз там очень подробно расскажет про свои планы сам. То есть, как бы, там от Санька будет первого лица, потому что мы там его спросили про один комментарий, который у нас там был, про то, что это вранье, что он там играл. В итоге мы как бы все это выяснили у него. В плане... Ну, там чувак написал, что там Саня там и там не играл. На самом деле... Саня Эрикена? На самом деле все не так однозначно, как чувак написал это в комментарии. К сожалению, он со мной не связался. То есть, я человеку написал, а напиши мне вот в Инстаграм-директ, он мне, к сожалению, ничего не написал. Хотел у него узнать, откуда такая инфа. Вот, ну, короче говоря, Саня дальше расскажет по своим планам. Вот, но посмотрим, что будет, конечно. И я Саньку в ролике, собственно, задаю вопросы, которые ему не очень удобны, которые, наверное, он бы не очень хотел, но типа... Ну, это правильные вопросы. Ну, это вопросы с точки зрения того, а почему. Ну, то есть, это, знаешь, это скорее мое желание его самого навести на эту логику, потому что я ее сам в какой-то момент не понимал. Я тоже сидел и там, может, там что-то где-то ждал. А мне потом спрашивают, а почему ты ждешь? И ты, знаешь, ты вроде бы... Ну, для тебя этот вопрос, когда задают, ответ на него тебе очевиден. Но сам ты к нему почему-то не пришел. Почему-то тебя надо было спросить ради того, чтобы ты в итоге сам себе дал очевидный ответ. Это нормальная тема, на самом деле. Я когда был на одном бизнес-тренинге, там сказали такую фразу. Если вы сейчас в голове себе говорите, да это же очевидно, какого хрена вы еще это не сделали? То есть, окей, я вам говорю очевидную вещь. Вы ее уже сделали? Это у вас уже реализовано? Нет. Почему? И ты такой сидишь и думаешь, блин, реально. Действительно очевидная вещь, действительно все понятно. Сидишь и думаешь, хер ли мне как-то. Ну, так много, что в жизни происходит. Вот, то есть, моя задача здесь... Я не хочу человеку давать рыбу. Правильно. Да, у меня желание дать ему удочку. И поставить его у реки и сказать, теперь сиди и терпи. Вот рыба сама в какой-то момент, наверное, придет тебе на удочку. А если не придет, надо менять насадку. Понадобится новая насадка, я скажу тебе, где ее взять. Ну, то есть, как-то так. Мне не хочется просто, знаешь, как бы... Ну, поместить, как, грубо говоря, возвращаясь к ситуации с Деку, да, который сидит, ждет, говорит, вот мне Герман обещал. Или, там, мне дядя Петя обещал. Да, Саня, как минимум, тренируется регулярно. А вот там, что Деку делает, я фиг его знаю. Ну, Деку удивительно, типа, реально. За два года не выучить ни одного слова по-русски, кроме нихуя не понял, но это же прикол. А им Деку. Ну, а им, он не говорит по-английски. А, он не говорит, блин. Когда мы с ним тренировались, это был полный вообще кошмар, реально. То есть, я все, конечно, понимаю, но он остался в нападении. У нас идет контратака, я хочу Деку, get back. Он не понимает, что я ему говорю. Ну, и как с таким взаимодействием? По левому французу. Да, когда мне люди писали, типа, вот, в чем проблема, у нас же есть легионеры, которые не говорят по-русски и по-английски и так далее. Я такой, ну, во-первых, да, я думаю, что по-английски более-менее, они все-таки лобочат. Переводчики у всех есть клубов. И да, давайте так, когда мы говорим про профессиональный клуб, там есть переводчик. У нас его нет. И, ну, как бы, когда мы говорим про профессиональный клуб, люди мне в комментариях пишут, знаешь, про кого? Вагнер Лав, Марио Фернандес, Сиду Думбия. Эти чуваки на голову выше своих команд. Есть смысл терпеть, что человек тебя не понимает, когда он на голову выше твоей команды. Ок, Деку неплохой, но абсолютно рядовой игрок. Он не настолько выдающийся, он не два с половиной метра ростом, он не может забивать 9 из 10 ударов. Ну, он просто неплохой футболист. Но он неплохой любительского плана футболиста. Конечно, мы вообще не видели его в профессиональном футболе. Это непрофессиональная история, вот. И поэтому Саня в этом плане, да, чтобы к Деку сильно не уходить, Саня в этом плане, ну, как бы, двигается, да? Или все-таки волшебный пендель нужно все-таки поддавать? Сто процентов нужно поддавать. Ну, Саня мальчишка еще, ему что там лет-то, господи. Я прекрасно это понимаю. Осознанность, она приходит иногда очень поздно. Мне очень хочется, чтобы она к нему пришла раньше, чем ко мне. А с чем это связано? Просто с воспитанием, с жизненным опытом? С жизненным опытом. Просто жизненным опытом. Ну, Саня не был погружен в атмосферу, когда тебе там... Кушать нечего. Тебе что-то не хватает, да. Это, ну, как бы... И слава богу, что он не был погружен в эту атмосферу. Салютно, сто процентов. Я безумно рад, что у Саши есть куча возможностей, в том числе финансовых, не зависеть там от чего-то, да? То есть у него отец большой молодец, и он все это сделал для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Супер и низкий поклон. Но это же и порождает немножечко другую сторону вопроса, да? То есть там это всегда момент с тем, что там обеспеченные люди всегда переживают за то, чтобы не закормить своего ребенка. Саню не закормили, но, тем не менее, он привык немножечко к более тепличным условиям. Это правда. Я хотел бы его от этого, ну, как бы... Немножечко напомнить ему, что это тогда не про результат. В теплице растут огурцы, помидоры, но цветам нужно солнце. Ну, типа, блин, это же такая штука. Конечно, могут цветы в теплице вырасти, но за ними тоже надо следить. Короче, я скорее про то, что там... Короче, вот реально посмотрите в выпуске и сами напишите там о том, что вы думаете. Потому что там прям есть один момент, который я спросил Санька. Он мне на него дал неоднозначный ответ. Мне интересно, что вы об этом думаете. Потому что у меня есть об этом мнение. Вот, то есть как бы... Я считаю, что как бы пока есть возможность... Вот как раз ему надо пользоваться тем, что он ни от чего не зависит по деньгам. Ну, это очень хороший стартап, мягко говоря. Ему просто нужно этим пользоваться. Я понимаю, что не хочется. Я понимаю, что, может быть, уже хочется быть более самостоятельным. Но одно дело, когда тебе есть что терять в плане этого... Ну, то есть я имею в виду, если бы у него уже была стабильная работа со стабильным доходом, он был бы привязан немножечко территориально к Москве в этом плане, то окей. Пока этого нет, надо пользоваться. У него нет ни семьи, ни детей. В этом плане я с тобой абсолютно согласен. Ты сам прекрасно понимаешь. Вот у тебя сейчас есть семья, да, есть дети. Хер с два ты поедешь играть в Калининград на три месяца. Я тебе больше скажу. Я когда перевез девушку свою, она у меня была сначала девушкой из Нижнего, мы переехали, когда был 30 спартанцев, проект в Москву. И когда он закончился, проект, мне там предложили в Мухасранске в каком-то... Типа в первую лигу поехать. Я говорю, я из Москвы. Камон, ребят. Ну, как бы, у меня есть... Я сюда только перевез человека, я уже ответственен за него. А почему? Ну, в смысле, я имею в виду, почему ты не поехал играть в первую лигу? Да неинтересно было. Просто не хотел? Слушай, я уже с определенного возраста понял, что... Ну, футбол это хобби. Но в 300 спартанцев ты же участвовал. Я участвовал не по своей воле. Ну, то есть так совпало все. Вот. Тогда вопросов нет. Просто если по своей, тогда у меня к тебе вопросы. Не-не-не. Нет, так просто совпало. Я как бы... Меня поставили перед фактом. И так... Ну, так вышло, что я там еще как-то какое-то время... А если я во что-то, ну, вхожу... Ну, прям вхожу. Я стараюсь либо по максимуму, либо никак. Ну, понятно. Я просто... У меня, видишь, это похожий вопрос на один из вопросов, который я задал Саньку, когда он мне говорил в выпуске, что он не очень хотел в КФК. И при этом мне говорил о том, что он ходил в Сахалинис. Я говорю, а это не КФК? То есть, я говорю, а почему? Вот так вот. Ну, он там тоже, соответственно, дал свой ответ. Вот. Поэтому... Короче, я надеюсь, что Санек получит... Станет более осознанным раньше, чем это сделал я. Мне осознанность пришла... Ну, блин. Ну, как бы довольно поздно. Я могу сказать, что... Ну, как довольно поздно. Мне 28, я уже очень осознанный чувак. Наверное, для кого-то это даже... Слушай, ну, для вратарей 28, это в целом еще можно играть 10 лет спокойно. Ну, вот. Я надеюсь, что это и получится. Сейчас у меня как бы вообще там пласт работы по себе. Колоссальный. Вообще просто, ну, как бы постоянно что-то такое. Вот я надеюсь, что Саня к этому придет раньше. Вот, например, у нас Мадвей есть с Афонов. Он такой классный, потому что он осознанный. Уже давно. Слушай, прикольная тема. Теперь давай закончим с Саней в формате том, что Саня нестандартный вратарь. Сейчас таких вратарей, ну, не все ценят. Никогда не ценили. Ну, и в целом, да. Это скорее исключение из правил. В последнее даже, ну, типа, 900-1900 года все равно там были вратари, которые невысокие, но это была редкость. Все равно вратарь это некая антропометрия, да. Но тогда и футбол был другой. Чем ближе мы становились к миллениуму и там после него уже все вратари высокие. Так вот, что должен сделать Саня, чтобы закрыть вот этот самый большой все-таки недостаток, я считаю, ну, это физические данные его. Ну, и в целом, как бы, тренер, да, ты же сам понимаешь, как они, такой, рост какой. То есть они могут не видеть, такой спрашивают, какие физические данные. Ты говоришь, 175. А он говорит, до свидания. Ну да, ну, здесь придется быть более инициативным. Для понимания, когда я делал отбор на битву вратарей, у меня среди всех участников выделился Родион. И выделился он не благодаря своей, ну, исключительно благодаря своей анкете. Знаешь, что он мне тогда написал? Я отобью все, что полетит в створ. Прикольно. Я, когда это увидел, такой, надо брать. Это же интересно. Охренеть. То есть это было даже для меня вызовом. Я такой, что, все, что полетит в створ, ну иди, давай. Это реально меня зацепило. Это же так и работает. То есть там, ты в какой-то момент, когда у тебя есть какой-то барьер, тебе приходится, ну, просто немножечко через него перепрыгивать. То есть, чтобы тебя заметили, тебе приходится прыгать выше этого барьера. И ты должен прийти и сказать, да я настолько в порядке, что вы и забудете вообще, какого я роста. Просто дайте мне шанс. Один тренер скажет нет. Как, а здесь же можно материться, правильно? Да, конечно. Я уже один раз это сделал. Как сказал Чичваркин в своей книге, я буду часто цитировать, видимо, Чичваркина. Когда он работал на рынке, его знаешь, как учили продавать? Ему дали бутылку водки и сказали, иди по рынку и продавай ее выше рынка. То есть она везде стоит 100 рублей, и твоя задача продать за 110. Тебя, говорит, 99 раз пошлют нахуй. На сотый у тебя купят. Так заебись, у тебя купили эту бутылку водки за 110 рублей, ты заработал больше, чем надо. У Санька такая же история. Это то, о чем и я ему пытаюсь донести. Тебе надо соваться в каком можно большее количество сразу клубов, чтобы у тебя было 2, 3, 4 варианта, а не один. Потому что в итоге ты должен прийти, и к этому моменту ты параллельно должен быть прям вот готов. У тебя должна быть классная поставленная игра ногами. Это сейчас очень важно. Ты должен резко и классно играть на перехватах, на выходах, да. Ну и как бы, естественно, в своре ты должен быть уже очень силен. Это должно компенсировать твои недостатки. Но ты должен быть дерзким и обоснованно дерзким. То есть это два таких качества, потому что когда пишут, что вот классно, какое классно, что там спортсмен скромный, чуваки, это не работает, честно говоря. Я вам могу точно сказать, что вот все спортсмены, которых вы видите в интервью, и они там в интервью очень скромные, в команде, это вообще, это такие чуваки, которые такие, да че ты, да я в порядке, что ты мне сделаешь, что ты мне... Реально. Ну типа, ну это же работает. Ты не можешь быть скромным, когда ты футболист. Ну можешь, но тяжело будет. Ну для этого у тебя должно быть имя. У тебя должен быть очень высокий класс, наверное. Ну да, да. И тогда ты можешь быть скромным. А в остальном все классные футболисты в выскочке. Ты ничего с этим не можешь поделать, потому что... Ну это черта характера, да. Ты должен быть злым немножко. Ты же должен считать себя сильным. Представляешь, если бы вот на войне в свое время, да, там был бы какой-нибудь полководец, который такой, ну мы, наверное, их обыграем, мы, наверное, всех убьем. Это же не работает. Здесь, конечно, не война, это игра, но ты должен быть прям до наглости в себе уверенным. Это неплохо. Ценьку это нужно. Я прям уверен. Для этого он должен чувствовать себя готовым по всем аспектам. Физически и психологически в том числе. Тогда вопрос в таком ключе опять хотел бы спросить. А что ему дает тогда Амкал? Только медийку. Ну тогда так. Насколько он этой медийкой пользуется, опять же? Ну, на данный момент ненасколько, мне кажется. Ну, то есть, что он там? Ну, кроме, я имею в виду, кроме рекламы букмекеров. Ну да, я не про интеграцию, да. Я про то, что как бы, ну, как бы есть такие истории, когда, ну, даже чего греха таить-то тут логично, что меня там могут взять в команду не потому, что я там какой-то высококлассный вратарь, а потому что я в том числе медийный. Это мой плюс, я этим пользуюсь. Дэвида Бэккэма в свое время в США купили не потому, что он великолепный. Это то же самое, как работает, грубо говоря, по знакомству. Это то же самое, как работает «Мне тебя с сарафанным радио». Это нормально совершенно. Я об этом ничего плохого не вижу. Я тоже. Я просто это знакомство создал сам. То есть, как бы, я создал для себя знакомство. Тем более ты это заработал, конечно. Вот. И в целом, когда команда понимает, что для них этот игрок может быть преимуществом в том числе и в медийном поле, это супер. Саньку нужно, ну как, чтобы... Не нужно. Блин, чтобы наращивать себя медийно, ты должен давать людям контент. В том числе и в Инстаграме, да. То есть сейчас Инстаграм такая платформа, люди с таким кайфом от тебя отписываются вообще с удовольствием. Офигенно, да. Вообще с удовольствием. Я, честно, я прям постоянно сижу и думаю, что я могу дать людям в Инстаграме, чтобы им это было интересно, чтобы они со мной остались. Я понимаю прекрасно, что сейчас контент отдаст блево. Если я им что-то интересное не дам, они уйдут и будут правы. Ну, в целом, да. Так вот, что может сделать Саня, это найти для себя какой-то контент, который будет качественно характеризовать его как галкипера. Показывать свои какие-то моменты. Скиллы. Хайлайты, скиллы отдельные. То есть это, ну, в целом, да, нормальное явление, чтобы... Давай так. Как портфолио у актеров. Чтобы тренер мог вот так вот открыть Инстаграм такой. Выглядит прикольно. Угу. Так, Инди. Ну, давайте посмотрим. То есть чтобы он из-за этого захотел его посмотреть. Там должны быть какие-то прям такие, знаешь, штуки, которые действительно могли бы его классифицировать как классного вратаря. Этим можно пользоваться, да. Так, заходил ли вы разговор на эту тему, что Саня думает по этому поводу? Не заходил, кстати. Не знаю, почему. Не обсуждали. Вот мне больше всего... Я у Сиба очень часто, когда мы там едем с ним обратно домой, я у него всегда спрашиваю следующее. Что будут делать ребята, которые сейчас не пользуются своими возможностями, когда Амкал закончится? Или когда с Герой будет не по пути? Гера, если, ну, кто-то не знает, Герман в этом плане очень правильно, мне кажется, выстраивает отношения, что он говорит, у меня все попутчики, да? Ну, мы в какой-то момент, нам интересно вместе, мы идем, но я за тебя всю жизнь, возвращаясь к Деку, или за кого-то всегда помочь, нет. У меня, говорит, приоритет семья, и я всегда выберу это направление. Ну да, правильно. Ну, типа, это действительно хороший вопрос с твоей стороны, да? Тут такая же тема, как мы с Джуси обсуждали на подкасте, я говорю, вот люди стремятся в Тудроц, и что? Ну, вот приходит он в Тудроц, и что? Персонажи в итоге оттуда выходят единицы. Если бы, там, ну, как бы, вот прямо вот персонажами оттуда вышли, ну, там, Бапе, ну, там, Краб, и так далее, да? Ну, то есть, там есть ребята, но при этом большинство ребят из Тудроц, если их просто убрать из Тудроц, неинтересно, все. Как самостоятельные персонажи, они уже не особо нужны. Да иногда даже и внутри они пустоваты. Да, ну, я к тому, что здесь, когда ты заходишь, надо пользоваться, надо понимать, что сейчас ты есть, и завтра этого нет. Осознание, ты знаешь, осознание... Просто либо мы старперы, ну, как бы еда... Сто процентов, осознание. Я знаешь, я сегодня утром об этом подумал, я зашел в Инстаграм и посмотрел, кто проснулся сегодня в восемь утра. Это ты. Это я. Ну, не встают пацаны, которые, там, двадцать, двадцать один. Наоборот, мне кажется, сейчас люди, дети в том числе, ну, они на другом уровне немножко, они чуть быстрее воспринимают информацию, они чуть, ну, как бы, то, что нам давалось в свое время, телефон, ты помнишь, как мы это... Я вот сейчас вспоминаю, там, смартфон, когда у меня появился, я такой, что, куда, там, это не вот эти айфоны, не, даже не на смартфон, не в плане Самсунга, а был какие-то, типа, там, как в компьютере были папки, у меня такой был смартфон, типа, куда-то... КПК. Да, КПК. Со стилусом такая штука. Да, у меня такой был. Я о нем так мечтал, но... А я такой себе купил. Я тогда не мог себе купить, я еще в школе учился, но... Ну, то есть, почему люди, по идее, они должны, наоборот, быть более передовые, но по-хорошему, и тем более у них есть сейчас все возможности. Ценность времени обычно приходит ближе к концу. Вот в чем проблема. Человек может осознавать, что его футбольная карьера вот-вот закончится, и только в этот момент начать прибавлять. Вот только в этот момент. Миша Киржаков мне рассказывал о том, что он такой херней страдал долгое время. В смысле... Херней не в смысле того, что он там ходил, бухал, курил, а в смысле того, что он в зале занимался совершенно неправильно. Вот неправильно. Он говорит, я себя нагружал до сблева, у меня все было забито, и я как бы выходил с этим играть. Я там ел неправильно, да, и так далее. И только вот к тридцатке у него бац и пересчелкнуло. Почему? Потому что есть понимание того, что уже не так долго осталось, как кажется, в 20 лет. Ну, в смысле футбольно. И вот эта осознанность и ценность времени приходит с возрастом. Именно поэтому ты встаешь в 8 утра, потому что тебе жалко проваляться. Абсолютно. Ну, нет, иногда хочется, конечно. Это очень редко. Вот, но я просто не знаю, может быть, мы вместе так. Я, допустим, не умею отдыхать. Я тоже не умею. Ну, то есть для меня это целая история. Я вот последний отпуск, жена, когда ездила с ребенком у меня на Кипр, мы должны были вместе ехать. Это после МКС сразу было. Я искал, Диан, я говорю, я не могу сейчас поехать, потому что мне надо, у меня сейчас вот началась какая-то движуха медийная. Я не могу просто сейчас это бросить на неделю. Мне нужно там как раз мой ППХ, что-то начали снимать. Я говорю, я не могу уехать. Ну, да. Ну, я говорю, ну, и вот я всегда говорю, я еду, блин, у пацанов такая есть офигенная возможность, люди со всей России и с СНГ готовы просто, ну, я не знаю, жопу рвать, чтобы оказаться на их месте. Но когда они оказываются вот на этом месте, смотришь по медийной составляющей, что, ну, ладно, пусть будет в половине случая, это заслуга Германа, минимум в половине. Дальше смотришь по тренировочному процессу, мы с тобой наблюдаем, да, что у кого какое рвение и желание. И вот в совокупности это у меня вопрос к ним. Они просто этого еще не понимают. Осознание того, что на твое место тысяча конкурентов, оно иногда приходит, иногда нет. Я сразу понял, когда только у нас собрался Амкал, что вратарем Амкала захочет быть до хера народу. Это факт. Тебе сколько тогда было? 22? Нет, нет. Сколько Амкала? Три года. Почему? 2018 год. А, да ладно. У нас прямо на эмблеме Амкал 2018. Три года всего, 25 лет мне было. Ну, это не сказать, что ты прям был уже столь опытен. Но на 4 года старше многих ребят. И даже на 5. Но вращаясь в этих кругах, ну, допустим, когда нет возможности, да, одно дело, когда нет возможности общаться с людьми медийного плана, не вариться в этом, не понимать, как процессы это делаются. Как Птушкин, да, сделал. Он поварился в Орле и Решке, такой всему, а чё вот это? А вот это чё? А вот тут чё? А вот как снимать? А как вот монтировать? И просто всё пришёл к тому, что он стал автономным от проекта по его единице. У всех разные цели. Для кого-то медийка — это просто прикольно, что меня узнают. Вот интересно. А для меня, например, медийка — это был именно способ развития моего бизнеса. И когда я к этому пришёл, я, естественно, не мог это не ценить. Потому что я настолько там делал YouTube, меня он раздражал, потому что он особо не собирал просмотры. Это была какая-то херня непонятная, да. И тут бац, а YouTube у меня просмотры собирает. Бац, а YouTube мне деньги приносит. Бац, а это вот, а это так. И я такой, да как я могу за это не держаться? Это же, блин, капец как интересно. Это же, ну, это прям для меня это просто большая возможность. И я видел для себя, что я могу в медийном плане сделать, чтобы мне жить стало лучше. И стало лучше. У меня просто другие цели, понимаешь? Я в деятельности всегда такой. Но я тоже тебе могу сказать, что там в 22, в 23 я был куда более халатный в плане деятельности. Прямо 100%. То есть у меня все случилось очень вовремя. Не факт, что если бы у меня это случилось вот в 21 год, я бы так же за все зацепился. Вот не знаю. Я реально не знаю, что было бы в тот момент. Я действительно был на тот момент, ну, у меня все случилось реально очень вовремя. Вот прям когда надо. Вот прям тогда, когда я смог за это схватиться обеими руками и уже не отпускать. Есть такое просто выражение, очень прикольное, а наращивай готовность на пути к возможности. Ну да. То есть у тебя, ты наращивал эту все равно готовность. Ну да. И в какой-то момент у тебя появилась возможность. И вы встретились. Да, да, да. И ты, грубо говоря, когда выстрелил. Да. Так вопрос, кто наращивает готовность сейчас на пути к этой возможности? Вот ты можешь сказать вот прям, да, это люди есть такие там в Амкале, которые, ну, допустим, вот Феликс, да, сразу к примеру. Точно. То есть человек, который вот тащит, вот по нему видно, что он не только сам, да, развивается. И в плане футбольном, я когда его в Бестах первый раз увидел, я такой, блин, это, ну, то есть я такой, офигеть, это чувак, который может вообще в середине, я его сразу в середину поставил, я такой, ты будешь играть в центре поля у нас. Я вижу, что ты можешь быть, ну, как бускец, вообще легко. Сейчас, если Феликса поставить в середину, в опорку, мне кажется, это будет намного выигрышнее, чем скрай его использовать. Не знаю в этом плане, но Феликс точно открытие для Амкала и открытие, и сам он раскрылся после Амкала, ну, во время Амкала, в смысле, да, то есть он начал это использовать, он начал. Делать контент, классно делать контент, развивать себя как блогер, и, ну, реально, Феликс сейчас очень классный, интересный персонаж, хотя изначально, кстати, его даже хейтили, то есть когда он только пришел в Амкала, все говорили, кого вы взяли. Слушай, но он приходил уже как человек, который действительно что-то делал на ютубе. Да, но он был блогером, конечно. Так есть кто-то из ребят или из молодого комьюнити, тем более ты имеешь возможность общаться там и с тудротцами, и с наспортами, и, ну, в общем, со всеми ребятами. Есть кто-то такие вот, которые ты говоришь, блин, вот этот человек так пашет, но у него пока сейчас нету там какого-то там суперуспеха, но я думаю, если он будет в том же направлении двигаться, у него все будет очень и очень хорошо. Ну ты? Слушай, я некорректный человек, ну, ну, то есть меня в пример брать, я имею в виду из молодых, я просто, ну, я, я и делал, вот моя проблема в том, что, или там хорошая. Прокоп, Прокоп. О, Прокоп, вот, то есть он человек, который, но, и мы тоже застрагивали эту тему, Прокоп хорош именно в формате коллективов каких-то. Ну и в ТикТоке. Ну, в смысле, он именно как блогер, как ТикТокер классный. Я в свое время за Прокопом следил, когда даже не знал, кто он. Да? Ну, у него были очень прикольные ТикТоки с TheWikiHow, когда он интерпретировал какую-то ситуацию, типа, там, не знаю, как быстро уснуть, и он открывает ВикиHow и смотрит там подсказку, а она такая угарная, там, типа, надо сесть в какую-то такую позу, и он там ее делал. Это, ну, это был у него классный формат, благодаря которому он свой ТикТок и раскрутил, и он, видишь, он в плане этого двигается, он там в ТикТок-хаусе каком-то состоит, по-моему, Маша Погребняк, кстати говоря. Судя по тому, что он был на дне рождения Маши Погребняк, скорее всего, он в ТикТок-хаусе Маши Погребняк. Это жена... Жена Паши Погребняка, да. Она владелица... ТикТок-хауса, да. Да. Только она блогер, у нее 2 миллиона, по-моему, в Инстаграме или что-то типа того. Я не... Не-не-не, она прям блогер. Я даже Пашу постоянно подкалываю в этом плане. Я говорю, что ты... Популярнее, чем жена. Что ты, говорю, на меня выпендриваешься, говорю, что я блогер. У тебя, говорю, жена блогер. Я говорю, ты, говорю, всю жизнь живешь блогером, он такой, к сожалению. И вот, знаешь, я смешно так сказал. Вот, но я к тому, что Прокоп молодец, он себя везде пропихивает, двигается, чтобы о нем знали, о нем говорили. И сам, как бы, ну, на фоне этого пытается свои собственные социальные сети тоже развить. Делать ТикТок, перетягивать в Инстаграм аудиторию. То, что он, условно, не делает Ютуб, ну, просто потому что он не знает, что там делать, ну и что. Ну, вот смотри, опять мы упираемся в одного человека. Я просто спрашивал на подкастах у Германа, у Витыча, спрашивал, вот, кто молодые, новые, которые прям мощные. И мы пришли к пониманию того, что, ну, лиц есть в футбике, да, про медиафутбол, которые в порядке, вот, которые якобы хотят стать блогерами. А есть, наоборот, ну, типа блогеры, но у них не в футбике. Но вот совокупности людей интересных и скилловых, их, ну, вообще, ну, то есть, либо мы не знаем о них, либо их, ну, вообще практически нет. Просто у них нет определенной направленности задачи, что ли. Чувак, который скилловый, почему он часто неинтересный? Потому что он пытается настолько сфокусироваться на выполнении задачи футбольной, что забывает про то, что есть еще и немножечко другая сфера, которая и в футбольном плане может ему помочь. Он забывает об этом. Это, ну, классика. Открой сейчас половину российской премьер-лиги, открой их инстаграм, и там ничего нет. Они ничего не делают. Они говорят, это не мое. Они даже не пробовали. При том, что у них зарплата позволяет нанять себе менеджера, который сделает это не мое в мое. Ну, условно. Я к тому, что у них просто фокус на другом. У них фокус на игре. Плюс они знают, что у нас болельщики такие. Обострешься, если ты еще и при этом активно ведешь социальные сети. Зато ты тикток красивый выложил. Зато ты фотку красивую запостил. То есть люди еще из-за этого начинают притыкать. Из-за этого футболисты пытаются максимально еще и абстрагироваться от социальных сетей, к сожалению. Слушай, но это разве плохо, что люди... Футбол, извините меня, и люди должны понять. Да, зарплаты гигантские. Это факт. Но эти гигантские зарплаты, во-первых, не у всех. И не будут долго. И не будет долго. Что после? Вот это же... Вся проблема в том, что весь этот профессиональный спорт, это, грубо говоря, это не профессия, это можно воспринимать как хобби, потому что после него тебе что-то надо делать. Высокооплачиваемое хобби, да. Ну то есть тут смотри, какая штука. У нас же этого не объясняют ни на каком этапе. Ни в спортшколе, ни там в молодежных командах. У нас это не объясняют. У нас еще и тренеры против этого всего. Они сами стоят и говорят, не надо мне тут ничего снимать. И приходит медиа-служба, говорят, выключи камеру. Они... Это уже в контрактах давно пора прописывать. Нет, я просто не понимаю, что люди скрывают. Ну то есть... Они боятся сглазят, что их там и так далее. Это же все на уровне футболисты очень суеверный. Им надо, чтобы вот... Ну вот даже Мотя и Вахнов. Вот он уехал сейчас, где он в Латвии, по-моему, сейчас играет. Ну был, да. И он, когда сказал, да что мне снимать, я охуел. Да в смысле что? Да, я ему тоже самое скажу. Свой быт, блядь, снимай. Мотя, пожалуйста, снимай это. Если ты сейчас это смотришь... Я, кстати, это в ППХ от тебя узнал. Ты говоришь, я не знаю, что мне снимать. Снимай свой быт. Офигеть, как интересно, что чувствует и как живет легионер в Латвии из России. Да любой это... Я говорю, это жизнь. Я бы с удовольствием такие... То есть ты едешь, ты не как гастарбайтер. Да. Но, блин... Ты осознанно ушел из Динамо, который... Ну вот, когда нам, как зрителю смотрится, кажется, как тут оттуда уходить вообще? Зачем? Это российская премьер-лига, блин. И ты оттуда ушел. Осознанно сам поехал в Латвию. Чувак, пожалуйста, показывай нам это. Нам это интересно. Я не понимаю, почему... Но при этом, как бы, я помню, что там... Ну, когда мы... Когда я хотел снять с Моти видос, и в итоге я его снял с Моти против Ильи Памазуна. Моти мне тогда говорил, что давай, пожалуйста, в конце сезона. Я в течение сезона не хочу отвлекаться. Это концентрация, и это, наверное, хорошо, но в целом надо головой приходить к тому, что расконцентрация на какой-то момент тебе нифига не повредит. Если ты вдруг какой-то день поедешь и поснимаешься, в этом нет ничего плохого. Если только эта съемка не подразумевает потенциальное получение травмы. Это уже другой вопрос. Слушай, для меня съемка и футбол это и есть твоя работа. Надо это прописывать в контрактах. Я давно уже говорил о том, что контракты пора менять. Обязательство футболиста по участию в медиа-акциях должно быть прописано контрактом, тогда у них не будет вопросов. Это же нормально. Ты популяризируешь футбол, популяризируешь свое имя, свой клуб, в целом свое отношение к чему-либо. Вот на этом начинаются потом привязанности. Дэвид Бекхам до сих пор зарабатывает на футболе, не играя в футбол. Так он играл-то там не прям вот космически. Он когда понял, что можно и не играть, он сразу говорит, да я не буду играть и все равно... Ну, я о том, что все эти штуки, типа контрактов и так далее, это все конечно. Ну вот закончили вы с футболом и медийно вы остались неинтересными. А если вы остались медийно интересными, если вы популярным, он у нас Аршавин, экспертом на Матч ТВ работает. Я думаю, что нифигово зарабатывает. Абсолютно, я думаю, да. Прекрасно себя чувствует. Ну, как бы это большая его заслуга, что он такой медийный чувак, которого узнают и хотят слышать и видеть. То же самое с Ромой Павлюченко. То же самое с Быстровым. То же самое... Ну, Быстров, конечно, интересный персонаж, но, блин, он есть. Какая разница, он на Матч ТВ, он там регулярно... Ну, он своеобразный, но он есть. А он из-за этого там и есть. Если бы он не был... Если бы он не был таким своеобразным, он бы и нафиг был не нужен на Матч ТВ. В чем прикол? Он должен быть такой, он вызывающий. Это любят зрители. Зрители пишут комментарии, и, значит, это работает. И последнее, о чем хотелось бы поговорить. Давай несколько советов вот тем самым молодым. Все-таки хочется взять вот социальный подтекст, закончить именно им. Какие шаги ты бы посоветовал бы сделать молодым людям, которые стремятся, во-первых, в профессиональный футбол, во-вторых, в медийный футбол, и в-третьих, ну, в целом просто универсальные какие-то шаги, потому что профессиональные – это одна история, блогерская, это совершенно другая история. И, ну, жизненные какие-то, ну, несколько лайфхаков, советов тоже не помешают. Профессионально. Быстрее приходите к осознанности своего пути. То есть вам нужно четко выстроить план уже сейчас. Я, мне сейчас столько лет, моя отправная точка здесь, в столько-то лет я хочу оказаться здесь. Если я вдруг не оказываюсь здесь, я делаю следующее. Я делаю следующие корректировки. Может быть, в тренировочном процессе. Может быть, ухожу в другую команду. Может быть, еще что-то. У вас должен быть четкий план с четкими метриками. И тогда вам будет гораздо проще приходить к какому-то результату, потому что вы будете… Он будет у вас… Цель будет обозримая, четко выстроенная. И у вас будет понимание того, что вы к ней идете, и все у вас идет планомерно. Или не планомерно. Вы хотя бы в течение плана сможете что-то корректировать. Это первое. Второе. Как можно раньше начинайте понимать, что ваша дополнительная работа, работа в зале, работа в… Да даже в вашем питании, в конце концов, в сне, в режиме дня, она напрямую влияет на вашу эффективность. Если вы мало спите, вы будете не восстанавливаться. Вот сколько бы вам лет не было. Я знаю прекрасно, что в 20 лет можно выпить, не знаю, бутылку водки, потом проснуться в 10 утра. И в целом чувствовать себя неплохо. Это правда. Так будет не всегда. И если вы гораздо раньше перестанете пить эту бутылку водки и начнете просто браться за голову, нормально, продуктивно работать и спать не меньше 8 часов в день, вы гораздо быстрее прибавите. Посмотрите на Роберта Ливандовски. Этот маньяк просто в какой-то момент… Без пяти минут игрок ФК «Сибирь»? Без пяти минут игрок ФК «Амкал». Не, подожди, а ты представляешь себе историю, как могло все получиться, если бы он попал в Сибирь? Ну, это, конечно, интересно. Но, слушай, здесь у него теперь совершенно другая история. Человек просто накачался, человек начал следить за собой, за своим питанием. И посмотрите на эту машину, которой не дадут, наверное, золотой мяч в этом году, но очень бы того хотелось. Ливандовский, машина. Когда я увидел его прогресс, я охренел. Он меня так вдохновил. Я посмотрел, думаю, твою мать, класс. Чувак просто, блин, привел себя в форму, и все стало по-другому. Он и был в порядке, но стал в таком порядке, что вообще без вариантов. Реально, посмотрите, гол Динамо Киеву. Просто чутак сходу принял решение, долбанул через себя так, что Бущин, ну, там, прыгнул, но вообще шансов никаких. Чем раньше вы придете к осознанности своей деятельности, тем быстрее вы будете прогрессировать. Тем раньше у вас случится то, если бы я осознанно работал над своим магазом в 21, 22, 23, так как я работаю сейчас, то этот бренд, который я разрабатываю, вы бы уже все в нем играли. Это прямо точно тебе говорю, потому что я кучу времени просрал. Я знаю это. Тем, кто хочет идти в блогеры, в блогеры, в принципе, вектор вам нужно. Это везде, на самом деле, одно и то же. Вы должны понимать четко, что вы делаете. Ко мне приходят люди, говорят, я вот хочу на YouTube, не посоветуешь мне что-нибудь. Я посоветую тебе не идти на YouTube. Ну, потому что что это значит? Посоветуй мне что-нибудь. Я вот магазин хочу открыть, не знаешь, что продавать? Продавай перчатки, я на этом зарабатываю. Может быть, ты тоже будешь на этом зарабатывать? Я вообще советую. Ну, типа, это странно же, да? Как бы вопрос. Ко мне реально люди приходят, я говорю, если ты не понимаешь, с чем ты идешь, зачем ты идешь? Это очень странно. Я иду на гору, не знаю зачем. Блин, ты дурак, что ли? Ты столько времени на это потратишь. Ну, то есть, у вас должно быть четкое понимание того, почему ваш контент должны смотреть. Ко мне недавно пришли ребята, тоже там хотели какую-то коллаборацию, они даже готовы мне были за эту коллаборацию заплатить. Но мне было их жалко в этом плане. Я им сказал, пацаны, а почему я вас должен смотреть? И они мне не ответили на этот вопрос, представляешь? Не ответили. То есть, есть один чувак, с которым мы работали, он у меня там рекламу покупал, и, ну, как бы, он из Ростова-на-Дону, он делает контент, там тоже удары по воротам, в принципе, как делает живой футбол. Очень похоже. И в какой-то момент он жаловался на то, что просели просмотры и так далее, и так далее. Он такой, ну, я же качественно делаю контент. Это же, разве, хотя бы это не стоит того, чтобы посмотреть? Я ему говорю, ну, а живой футбол не качественно делает контент? Он говорит, качественно. А живой футбол делает что-то хуже, чем ты? Нет. Они как-то не так бьют по воротам? Нет. Почему тебя должны смотреть? Чем ты уникален? Я уникален тем, что я первый вратарь, который пришел на YouTube. Ну, и один из немногих, которые есть там. Который делает контент по вратарям. Да. Именно по вратарям. Да. То есть, как бы у меня в этом вся направленность контента. Вот вам, пожалуйста, мое УТП, уникальное торговое предложение. Как бы вот. Обозвал сейчас. Да. Если у вас этого нет, то и не лезьте. Потому что иначе вы никакого фидбэка не получите. Ну, вот есть этот человек, он игрок там. Вот. Отличный пример Саша Бортник. Вот он пришел в Амкал. Вот он вроде как бы начал что-то делать. В итоге он как бы там этого ничего не делал. Медийно Саша Бортник, конечно, подрос. Его стало знать больше людей. И он вообще офигенный чувак. У него вообще к нему никаких вопросов, просто никаких нет. Но то, как он мог воспользоваться своим шансом, это точно гораздо больше. И гораздо больше эффективности он мог в этом достичь. Но он выбрал другой путь. Он работает, по-моему, в Мэйл. И ну как бы окей. Ну ушел в жизнь спокойно. В целом это тоже классно. Я гораздо чаще людей отговариваю быть предпринимателями, чем советую ими быть. Если у человека нет идей, нахер ему это не надо. Работай по найму, не парься вообще. Уходи в 6 вечера с работы, закрывай вот так вот ноутбук и отдыхай. Ну так это надежно. Это просто я к тому, что блогерство на поверхности кажется изикаткой с большими деньгами. А что, скажи нет? Нет. Это же жопа полная. Давай развей миф самый большой о том, что ты получаешь много денег за съемку а-ля видео. Ну и как бы и ты такой ну окей, сколько тебе там надо, 5 видео в месяц снять, чтобы получить свои миллионы. Да. Как это на самом деле? Ну это работает так, что ты выпускаешь ролик про бренд, в который ты вкладываешь деньги, в который ты вкладываешь идею и он собирает 35 тысяч просмотров. Вот так это работает. При том, что у меня уже на канале большая аудитория. А если ты с нулевой аудитории, то это вообще жопа полная. Попробуйте с нулевой аудитории выйти куда-то вообще и что-то сделать такое, чтобы люди это посмотрели. Это жопа. Делать контент, который людям интересен, очень сложно. В эпоху, когда контента так много, это еще сложнее. Ты заходишь на YouTube, твою мать. Label.com, Птушкин, Дудь, Редакция, Герман выпустил матч, Дроты выпустили челлендж, и ты там где-то среди вот этого всего просто затерялся вообще. Реально. Мне люди даже иногда про бренд, мне кстати, многие писали, что они даже не видели ролик. Ну вот не выпал он им. Хотя они подписаны. То есть как бы вот... Алгоритмы YouTube. Алгоритмы YouTube. И так далее. Сейчас главная социальная сеть, в которую надо заходить, TikTok, но лучше с идеей. Я по-прежнему не понимаю, почему липсинки вообще заходят от люди, когда там... А на фоне музыки играют. Я реально не понимаю, Ты опять про легендарного Левшука? Да про всех. Не, Левшук лишь последователь, адепт. На самом деле-то Левшинки, это вообще изначально то, от чего делался TikTok, а точнее Music Ali, это приложение раньше называлось. Просто как бы есть чуваки, которые делают классный контент. Вот они в TikTok развиваются. Даже тот же Прокоп делал реально уникальную штуку. Классно. Вот это вот за Вики Хау, его там потом у него и воровать эту идею начали и так далее. Есть такие чуваки, я не знаю, кто в TikTok подписан, Янчик. Блин, очень смешно. Просто капец. Каждый видос смешно. Это прям, там до абсурда, там юмор. Очень смешно. Вот если вы видите в себе такую идею, тогда идите и делайте. А иначе, ну как бы, мне когда люди говорят, да вот там TikTok вообще изи платформа, у меня 150 тысяч подписчиков и что? Что ты с ними сделаешь? У меня 250 тысяч в TikTok я вообще ни хера не делал. Ну то есть, 250 тысяч в TikTok это ни о чем. Миллион в TikTok это уже окей. До этой цифры, ну как бы, ты будешь, наверное, что-то зарабатывать, ты сможешь, наверное, продать туда интеграцию, но ты не особо интересен. В TikTok как просто найти аудиторию, так и сложно ее достичь. Потому что, ну вот, конечно, есть примеры, когда Белла Повч собрала себе, я не знаю, аудиторию просто, я даже не знаю, сколько подписчиков у Белла Повч в TikTok, мне кажется, у нее больше, чем у Криштиана Роналда в Инстаграме, но просто девочка, которая сделала видос, ты знаешь вообще, кто такая Белла Повч? Это просто гениально. Она сделала в свое время видос, когда она такая M to the bees, M to the bees, M, 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 M to the bees, бам. Вот так вот она сделала, это собрала дохер ли арт просмотр. И она на этом... Она просто жесточайше выстрелила, и она все такие видосы делает, вот просто вот как она двигает головой, ну, липсинки вот эти, собственно, делает, и у нее просто колоссальное количество подписчиков, просто огромное. Ну, это вот вообще единичный случай. Надо понимать, что вы уже не будете второй Белла Повч, скорее всего, потому что она была первой, потому что она вовремя пришла в TikTok, она вовремя туда попала, вот и все. Вы не встанете вторым Даней Милохиным сейчас, потому что Даней Милохин был одним из первых чуваков, кто так сделал. Ну, то есть, ну, блин, это такая платформа, то есть, короче... Уникальный контент. Идея, у вас должна быть идея, может быть, даже не столько уникальная. Вы можете увидеть, что кто-то что-то делает, и вы думаете, блин, он это делает плохо, я сделаю лучше и покажу это людям, и они это начнут смотреть. Может быть, а может нет. И надо всегда понимать, что, ну, блогерство это не про легкость. Типа, если вы думаете, что это легко, ну, окей, сделайте. Я всегда говорю, если ты думаешь, что это легко, почему ты это до сих пор не сделал. Легко пописать, если у тебя нет камней в мочевом. Вот как бы в целом легко. Все это делают. Вот, ребятушки, на этой волшебной ноте мы не растягиваем час ноль семь. Это невероятно, ребят. Когда? Невероятно, что с Берегов с Мавриным сели за микрофоны и всего лишь час поговорили. Я просто сюда смотрю и перейти. И останавливаю себя, чтобы не продолжить. Это невероятно, реально. Ребятушки, подписывайтесь на канал Женин. Заходите к нему обязательно в магазин. Ссылки все будут в описании. И на Васин канал обязательно подписывайтесь. Ваша подписка, если вы думаете, что подписка ничего не решает, очень даже решает. Потому что, когда вы подписываетесь, мы имеем возможность как минимум к рекламодателю прийти с другими цифрами. Если мы приходим с другими цифрами, рекламодатель нам тоже может дать другие цифры. А эти цифры означают то, что вы слушаете хороший звук, качественный микрофон на две камеры. Все. Всем пока. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok